доброе утро время позавтракать сегодня у меня тортилья как и обещала покажу вам как и складываю у меня цельнозерновая но вы можете брать абсолютно любую какая нравится вам также можно использовать лаваш круглую форму удобнее складывать визуально определите 4 части и от середины в сторону делаем один разрез сегодня моей начинкой будет тунец кукурузка огурцы и моцарелла выкладываем все на четыре разных части вместо моцареллы также можно использовать самый обычный желтый сыр и теперь самая главная фишка заворачиваем тортилью раз-два-три и у нас получается удобный бутерброд который также можно завернуть и например взять с собой на работу если вам хочется можете ее подогреть на сковородке гриль на обычной сковороде или на электрическом гриле например буду делать я начинка может быть без тунца можете хумусом смазать добавить томаты что угодно и самое главное то что заворачивается удобно и также удобно есть а я свою тортилью немножечко подогрею вот и готов мой завтрак еще для удобства можно вот так класть в салфеточку говоря о нашем идеальном порядке да да не всегда все так как вам кажется поэтому я берусь за работу вчера у меня был день рождения потом вам расскажу что и как но с этим нужно что-то сделать потому что я сама не выдерживаю в такой атмосфере но микки это совершенно не мешает как видите еще будучи в отпуске я понимала что нужно заказать кое-какие новые вещи потому что наш мини отпуск был проведен супер интенсивно это был костюмчик еще захаром и гнат его доносил он уже свое отслужил я не знаю как ваши дети а наши играются в снегу так что у них не просто здесь промокает обувь а прям засыпается сюда и получается что один раз ты можешь выйти на прогулку а все остальное время ты сушишь обувь поэтому было принято решение купить еще по одной паре обуви они совершенно недорогие я все заказывала на аллегру за два дня пришло это такой польский сайт типа как ибо и наверное что-то в этом духе и доставка всегда в экспресс-темпе многие подарки на новый год точнее на рождество я покупала там в общем удобно и все что угодно там есть если вы живете в польше то я оставлю для вас ссылки в общем для мальчиков купила обувь видите она прорезиненная здесь поэтому даже если будет идти дождь то ничего не намокнет и внутри овчина то есть будет еще и тепленькая подошва такая толстая то есть от земли не будет холодно и с размером я конечно же угадала и аллилуйя будет удобно обувать то есть ножка вставляется только здесь затягивается чтобы так быстро снег туда не засыпался но нас то все равно не спасает еще игнашику купила такой костюм старая куртка тоже в таком состоянии я даже не стала ее доставать нужно просто выбросить восстановить ее никак не получится стоило все это дело 146 злотых то есть тоже недорого и классная расцветка такая как тигр темно-серый цвет штанишки не будут быстро пачкаться и курточка позитивненькая и вот все лыжные куртки у нас были без искусственного меха это будет еще и потеплее также новые шапулечки вот такая фирма не знаю нигде ничего не видела не читала просто понравились расцветки посмотрим что здесь ну-ка ну-ка открывай лапа ой это твое красивое да твоя шапочка смотри вот тепленькая внутри у нас не слишком холодно поэтому такого утеплителя будет достаточно и так же туннель хомут как по-разному все называют красивая с лейбочкой это для игната как раз красиво будет комбинезоном с костюмом это для захара или наоборот я как-то заказывала в общем расцветки там очень очень симпатичные для мальчиков и для девочек тоже комплект шапка вот это побольше это скорее всего захару и хомут в эти дни меня задарили цветами я не знаю с чего мне начать нужно как-то это все пораставлять по всему дому потому что сейчас они занимают две трети стола я не всегда и везде хожу с камерой это была полная неожиданность для меня наверно самый большой сюрприз которую я никак не ожидала я не смогла это заснять на камеру но главное что это отложилось в памяти я спустилась вниз а том их стоял шариками девочка единорог конфета просто шар шампанское здесь вот еще один тоже от подружки с цветами тоже были букетики и от мальчиков каждый стоял с цветами и там и подарил не очень красивую композицию сейчас поближе рассмотрим вот эти от свекрови со свекром они приезжали поздравляли от насти еще вот тюльпаны очень приятно очень не раз плакала свой день рождения от счастья невероятно нежные букеты от моих сыновей очень приятно что тома к каждому из них купил отдельно это была такая трогательная картина когда они меня поздравляли пели песню сейчас снова хочется плакать правда это был по-настоящему мой день и вот такая живая композиция от тома к я так понимаю что внутри в этом каркасе запрятана губка она пропитана влагой и это все вот натуральные цветочки настя как всегда заморочилась и придумала тут интересные подарки открой когда не будешь успевать или хотеть готовить открой когда захочешь очень расслабиться и побыть сама открой когда понадобится помощь в съемке фэшн-видео для youtube может так мило это открытка которую я прочитаю сама тоже от руки написано я рада что этот день я провела с близкими друзьями от моей моники без понятия что здесь сейчас тоже вскрою вчера чуть позже приехала моя ревьянка это двоюродная сестра тома к у нас не чудесные дружеские отношения это был первый человек с кем тома познакомил меня здесь мой первый приезд в польшу букет как она сказала рустикальные такого у меня никогда не было понятия не имею что настя могла сюда запрятать еще здесь была веточка эвкалипта но она наверно где-то по дороге немножечко потерялась когда сгружали это все еще есть большая картина от моей моники которую она нарисовала сама специально для меня она не поместилась машина так что сегодня поедем заберем точнее томок сам поедет потому что когда есть пассажиры то она не вмещается а как круто это беспроводная быстрая зарядка для телефона и мы с настей точно всегда на одной волне потому что я недавно тоже купила себе на алиэкспресс другой теперь у нас будет две одна для меня вторая для тома к она вот здесь такими параметрами надеюсь что будет работать потому что я техника это не всегда совместимые вещи но надеюсь на лучшее что все включится и будет как надо мои друзья хорошо меня знают вы наверное догадались что это это свеча от бренда woodwick у меня никогда не было такого большого размера сказали что это новая коллекция и когда она горит она заполняет своим ароматом все пространство и самая главная фишка это то что она издает звуки костра то есть трещит как настоящий костер несколько подружек не смогли приехать по разным обстоятельствам и сегодня одна из них передала мне подарок я очень благодарна я на самом деле хотела себе такие сапоги но никак не могла поймать свой размер наверное она их купила скорее всего где-то подсмотрела какой размер я ношу и 38 все ли хорошо как раз поместится носочек это страдивариус и в заре тоже видела похоже сейчас покажу вам их на ножки светлая обувь это в последнее время моя слабость мне нравится как они выглядят ты даже к такому домашнему наряду в сером цвете тоже хорошо подошли сейчас пойдем с микой гулять леггинсы у меня кстати тоже из страдивариуса я заказывала их какое-то время тому назад просто хлопковые обычные зато комфортно удобно дома ничего не сковывает движения обещала рассказать что же происходило на мой день рождения я ничего не снимала потому что совершенно ничего не ожидала все началось за день до этого меня набрала моя анетка и сказала что ей очень жаль она не сможет прийти по состоянию здоровья и что мы обязательно встретимся в другой день ничего страшного я как бы в не организовываю праздника тарасова вторые для меня не принципиально рабочий день вторник кого-то там напрягает собирать я решила отпустить ситуацию и чуть позже вернуться к этому вопросу если нет то нет я не очень люблю свой день рождения если уж совсем по-честному я люблю кому-то организовывать праздники но оказалось что когда кто-то делает для тебя сюрприз что-то организовывает за тебя и для тебя это настолько приятно что вы потом увидите мою реакцию и тем более когда это по-настоящему неожиданно меня эмоции накрыли целиком и полностью и я не придала значения словам анетки дальше я выходила с микой гулять и полезла искать вкусняшки для нее открыла вот этот шкафчик и оттуда вылетели шары это все за день до дня рождения томик блин мы не ожидали что ты так поздно пойдешь что-то там искать ну в общем они решили поздравить меня поздно вечером был торт который они тоже заранее приготовили свечи шампанское все дела и потом утром уже мальчики вручили мне открытки какие-то очень ценные для меня подарочки которые не делали сами и томик сделал мне кофе там собрал детей разрешил мне поспать подольше но не то чтобы разрешил но просто обычно я просыпаюсь реально 6 30 он нет нет уля спи спи сегодня твой день отдыхай и в течение дня сто раз мне звонил спрашивала как дела как настроение а я говорю я настолько занята реально у меня было так много работы говорю что я даже не успею накраситься просто не знаю там чуть ли не в спортивном костюме он нет ну это же твой праздник ну там это доставляет тебе такое удовольствие наведи марафет и все дела и я что-то как-то так но думаю это не в стиле томика и тем более ко мне позвонила настя она обычно поздравляет меня в числе первых а тут она прям после обеда так набирает меня поздравляет я понимаю что человек может быть занят но я в шутку сказала и говорю вы чё там с томиком организовываете какой-то сюрприз она нет нет я приболела если неважно чувствую поэтому я вообще не ориентируюсь во времени мы с тобой увидимся как-то потом ну ладно а я еще и сказала но я тома к очень хорошо знаю и это точно не в его стиле организовывать какие-то там сюрпризы дни рождения тем более у нас сейчас все закрыто и это довольно сложно и проблематично нужно очень захотеть чтобы найти какое-то помещение чтобы организовать еду и так далее вот и настя да 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 говорю хотя вот если по-честному совсем то мне наверное хотелось бы мне не нужны какие-то материальные подарки но реально я очень ценю когда кто-то посвящает внимание когда кто-то там заботится тебе для меня это гораздо ценнее или кто-то что-то делает своими руками и мы так с забрали детей из садика и школа а что мы говорит будем ужинать в 7 часов вечера я не люблю наедаться на ночь давай перенесем на пол шестого заберем детей сразу покушаем зачем вот это вот знаете обжираловка и потом с этим совсем спать в животе и это мой ой это проблематично в том ресторане где я хочу заказать еду там большой поток людей особенно вечером и придется ждать еду слишком долго все сейчас работают на доставку я как-то так ну ладно он потом позвонил и сказал давай в пол шестого как хочешь ты и я вообще не ожидала от тома к чего-то такого не потому что он никогда этого не делал а потому что в последнее время очень много хлопот и как-то так не знаю мне стало даже потом неловко когда я зашла увидела своих друзей тех кто смог приехать а я не ожидала я просто разрыдалась дома как организовала все спокоясь боже как мне приятно это были слезы счастья они оля не плачь ну я очень именно не то чтобы сентиментальный человек я вам говорила что меня очень легко расстреливать вот такими поступками и это было настолько неожиданно пожалуй самый вот такой неожиданный сюрприз моей жизни потому что я многое могу где-то предугадать и многое чувствую но этого я не ожидала повторюсь еще раз и и настя тоже привезла надпись с днем рождения сама это приклеивала также была моя любимая еда очень любим азиатскую кухню и настя еще и спекла специально для меня не спекла это сырые веганские тортики без сахара абсолютно натуральная она очень вкусно готовит и она сделала целых два один менее сладкий для меня и 2 с манго один был с матчей и с писташками тортик а второй более сладкий с манго блин реально это был мой день такой незабываемый день рождения спасибо и томику и насти тем кто пришел очень не хватало тех кто не смог по разным обстоятельствам но тем не менее память и останется навсегда вот так удивили и я очень сильно растрогалась и не помню когда я так плакала от счастья такие дела прежде чем я начну переодевать свои подушки я всегда достаю наволочки и приблизительно прикидываю что с чем буду сочетать сейчас у меня настроение фисташковое масло с синим и с бежевым вот эти у меня старые наволочки все по сути дела все вам показывала и и очень здорово то что я могу как-то сделать маленькую перестановку и по-другому все это выглядит сейчас вот так вижу что в камере в принципе мои старые наволочки неплохо смотрятся с новым пледом он очень мягкий так как я вам говорила и он не должен скатываться но в жизни он ярче он именно более коньячный я еще подумала возможно я разложу и будет окей но также нашла еще плед который мне подарили перед новогодними праздниками он конкретный он объемный такой знаете то что надо и вот я думаю оставлю только его или еще добавлю этот будем посмотреть как я люблю говорить по-моему наш пушистик уже отжил свое я покупала эту подушку несколько лет тому назад и она уже не подлежит реанимации я ее и стирала и также расчесывала о нет я пожалуй попробую отвезти ее в химчистку может там ее спасут хорошая идея да а еще у моей любимой подушки тоже очень интенсивная жизнь я не знаю кто это делает и зачем помните пришивала сюда бубенчики перед праздниками их снова нет это какая-то магия как будто они испаряются во время праздников ну похоже в следующем году будет та же картина оля с ниткой с иголкой и снова пришивает свои бусинка бубенчики мика я так понимаю на твою помощь я не могу рассчитывать она после прогулки вырубается напрочь и совсем не интересно что здесь происходит сейчас я поменяю ковер мика мими вообще никакой реакции даже не спрашивайте как я все это притянуло очень тяжелые у меня здесь четыре комплекта штор потому что мне нужно 7 и 1 получается запасная и также в икее на распродаже я купила ковер разложу покажу вам светленький и очень мягкий значит шторы какие я выбрала в елочку как видите они светло кремовые с бежевым но они как бы не должны отдавать прям сильной теплотой это мы посмотрим я наверное не стану их разглаживать потому что они под своей тяжестью выровняются то что не разгладится естественным путем я отпарю отпаривателем масло масляное но есть какие так же всегда там беру еще несколько запасных наволочек потому что свою я меняю чаще и так получилось что у нас три подушки у игната две на кровати поэтому одного комплекта нам обычно недостаточно белая ко всему подходит поэтому к любому комплекту добавляю еще вот такие самые обычные хлопковые наволочки конечно мечтаю а шелковые но при том что их нужно купить несколько довольствую с тем что могу себя позволить и тюль я взяла самую обычную просто прозрачную нам нравится когда тюль пропускает цвет и нет никаких узоров и вот как раз обычная белая тюль в сочетании с этими шторами должна смотреться симпатично мими подъем кидаем 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 к простили. А это же он химчит. Давай, давай. Ну и такое видели. Мика. Мими. Давай, давай. Мика. Ну, как зомки. Такая вот неподвижная. Мика не отдается лежбища. Правильно, Мика? Все, надо отставить. Я тебе новое купила. Просто мне пока любимая собака. Прости, что я нарушила свой дневной сон. Мятя, прошу. Что же там это, поинтересуйся. Смотри. Какой светленький. Мими. Не? Мими. Собач. Мика, Собач. Собач. Хочешь? Хочешь? Давай, давай. Давай, давай. Ну, вот. Ну, да. Вот. Ну, твой, твой. Ну, твой, твой. Ну, твой, твой. Ну, твой, твой, твой. Что ты, Мими? Не больше. Не больше. Не больше не больше. Ты такой трус вот этот. Ну, вот. Однозначно стало посветлее. Прям свежее. Так, как я хотела. С этой стороны я просто поставила букет. С вечер что-то покупал Томак. Здесь наша фотография. И больше ничего не добавляю. Хочется какой-то пустоты дома. Жду Томака. Сейчас он переоденется. После работы будет помогать мне вешать шторы. Или он будет вешать, а я буду моральной поддержкой. Здесь у меня посылочка. Вы уже видите откуда. Давайте откроем, посмотрим. Очень люблю этот бренд. Так, так, так. Спустя минут десять я еле разрезала пленку. Конечно же, это посылка от Luxe Visage. Давайте посмотрим, что здесь. Скорее всего, какие-то новинки. Та-дам! Ничего не видно. Очередное препятствие. Ну-ка, ну-ка. На косметику кое-что здесь насыпалось. Я потом все протру и попробую. Тени в очень красивой цветовой гамме. Такой нейтрально-тепловатой коричневой. Тон семь. Вижу, что есть матовые и сатиновые тенюшки. Когда-то у меня была палетка с холодными такими оттенками. И очень даже ничего. Просто кисти хорошие берем и все растушевывается. А сатиновая наносила пальцем. Здесь уже именно холодная гамма теней. Слушайте, вот так издалека похоже на Наташу Динону Mini Glam. Которая тоже два сатиновых оттенка и два матовых. Вижу, что вот этот будет идеальным переходным для меня. То есть в складку века. Для светленьких девочек. Напишите, пожалуйста, если вы пользуетесь этими палеточками. Что вы думаете по этому поводу? Мои любимые карандаши. Спасибо большое. Люкс Визаж. Вот этот карандаш для бровей. Тоненький. И даже был у моих фаворитов кота. Хорошая вещь. И вот этот из такой линейки. Которая тоже выкручивается. Он потолще. Еще и фиксирует. И прокрашивает брови. И тон один имеет слегка оливковый подтон. Идеально подходит теплым пшеничным блондиночкам. А вот этот тауповый. Такой более серо-коричневый. Какая-то новая помада в золотистой упаковке. Ооо. Цвет красивенный. Нейтральный. Нейтральный. Нюдовый. Ооо. И текстура у нее такая сливочная. Вообще помада Люкс Визаж обалденная. За такую цену. Миллион оттенков. Берите сколько влезет. Ой, здесь прямо два яруса. Я думала, что я по-быстрому вам покажу. Каял у меня такой есть. Я вам потом скажу, что я думаю. Но буду хвалить. Забегая наперед. Дальше буду тут рассматривать уже вне камеры. Кисть у меня тоже когда-то была от Люкс Визаж. Не была, а есть точно. Ой, столько всего крутого. Спасибо вам большое. Обязательно как-то в бюджетных находках покажу то, что мне особенно понравилось. Не съезжай, Тома. Все там подходит. Я проверяла. Да-да-да. Взрослая love is. Когда после работы вяжешь новые шторы, которые купила жена. Зачем-то. По своему, по своему. Ну, разный же цвет. Видно, правда? Думаю, говоришь, что почти такие же. Непривычно темные какие-то. Особенно сейчас при таком освещении, когда смеркает. Не знаю. Не знаю. Посмотрим при дневном освещении нормальном, интенсивном. Завтра. Если что, Томак будем снимать. К слову о том, как я стираю жакеты, свитера. Как стира? Зовешь Томка и относишь в хамчистку. Ты? Хамчистка? Хамчистка. Да. Хамчистку Томак отвозит. И шапку светлую в том числе. В общем, на сегодня мы закончили. Томак сбегает из дому, чтобы я не передумала и не надо было вешать старые шторы. Оставим до завтра. Я еще подожду, когда все это немножечко расправится. Если надо, то принесу отпаривать или буду тут полдня скакать. Но я надеюсь, что это не произойдет. Они со временем все равно выровняются. Еще покажу вам все это дело при дневном освещении. Но в икее все казалось совершенно другого цвета. Вот вообще кардинально. Наверное, из-за освещения в магазине. Томак привез картину. Я вам говорила, что она огромная. И я вот сейчас поставила ее над столом. Может попробовать ее здесь повесить. Мне она очень нравится. Наверное, я даже попробую убрать синие подушки. И как раз оставлю свой плед. Да? Коньячный. Потому что здесь, видите, такие разные на самом деле цвета. И если присмотреться, то есть и жемчужный, и серебристый, и золотой. И так приятно, что это было написано с мыслью обо мне. Поэтому мне прям хочется ее где-то здесь разместить. Периодически я здесь все меняю. Конечно же, картина Томака, которую он привозил из Колумбии, она тоже есть. Но в спальне сейчас. Только гляньте. Нужно будет спросить, как долго она ее рисовала. Так что спасибо моей подруге. Она очень талантливая девушка. Перевернула ее. Здесь еще и подписано. Да, моя Моника называет меня Ося. Вот так бывает. Планируешь одно, а все получается совершенно по-другому. Поэтому картина остается на главном месте. Синий цвет я убрала. У него еще будет его звездный час. Хочется теперь докупить какую-то светлую подушку, но с черными элементами. Хотя вовсе не обязательно. Но мой незапланированный освеженный интерьер мне нравится гораздо-гораздо больше. А на этом мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что вам было интересно. И вы поставите лайк в качестве поддержки. Очень ценю и благодарна тем, кто не пропускает этот шаг. Это помогает моему каналу развиваться. И для меня это также ваша обратная связь. Все. Целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.